ребята знаете что это влог где пришла безумная идея съездить в один магазин который находится практически в часе езды на велосипеде а я на велосипеде поеду от меня так вот я не договорила чё чё это самое 7 38 не пришла идея собраться на велосипеде поехать в магазин который находится 51 минуты езды по мнению google maps картам google но не знаю насколько это точно и я 45 минут уже вышла из дома и еду и так в чем интрига то в том что у меня на все про все 50 минут и я должна ну и плюс 10 минут и всегда прибавляю потому что навигатор всегда пишет как-то быстрее время нежели ты едешь на самом деле короче я приеду за 20 за 10 минут до закрытия магазина скажи ну что тебе раньше не ехалась вот не ехалась или завтра нет у меня порыв его надо срочно реализовать я вам сейчас когда скажу что стала причина этого порыва немного гинзы она прекрасна как всегда так время время осталось километры 200 метров 6 минут пишет прям вот очень спешу красота просто невозможная здесь это у нас токийская телебашня старая которая но мне некогда вам ничего снимать на обратном пути все буду снимать хорошо ребята я доехала я успела у меня есть целых 12 или 13 минут вот здесь написано что нельзя снимать к сожалению но посмотрим что я там смогу между рядов на третий этаж нам пока еду расскажу зачем что у меня сподвигло вообще сорваться с места и как сумасшедший куда-то ехать я так хочу жевачку знаете вот девяностых были жвачки типа steamroll и как он них сперру минт как-то смешное такое название которое нас всегда веселило в детстве в юности еще банановая такая желтая тоже фрукс фрукс что-то там было вот я хочу не посмотреть то что это интернациональный магазин да уже играет музыка на закрытие ну мне чего жевачку посмотреть и скажите наверно что это вообще за идея за жевачка приехать а мне не важно главное порыв и оксана двигается вот это самое главное фисташки с трюхелем так нет где жевачки и заодно можно посмотреть гречку не появилась и здесь вражеская гречка представляете у них там жвачки меньше чем в любом комбине вся японская а я нашла здесь гречку чья на польская ну что товарищи поляне польки и поляши возьму вашу гречку ну все в обратную путь дорогу я поеду собралась что я сказала вообще башенька красивая не классическая и и рассветка но очень красиво так вроде освещения тут хватает короче давайте все сначала чувствую что случилось я несколько дней уже хочу жвачку сперминтов или как-то так она называлась ну 90 и такая банановая какая-то такая фрути что-то там желтая упаковка они идут в пластиков не в подушечках а в пластиков они в простых магазинах естественно здесь не продаются в японских ну соответственно здесь продается только японская жвачка мне вот хочется того ностальгического вкуса и конечно же это можно купить только в отделах магазинах которые как-то направлены на продажу иностранных продуктов вот неси которым я только что была но он находится на азабу азабу джубан такой район вот недалеко от башни он самый-самый иностранный можно сказать и на их сайте написано что вы можете найти у нас продукты для приготовления блюд с любого уголка мира почему он здесь во первых здесь очень много консульств посольств проживающих иностранцев очень давно поэтому он такой старый и известный магазин иностранных продуктов то есть европейцы американцы они конечно сюда приходят здесь они находят многие продукты которым они привыкли у себя на родине самая американская жвачка могла бы здесь продаваться ребята я ее здесь японии покупала в другом отделе не в этом магазине а тоже такой отделчик который как бы себя оппозиционирует как продажу отдел иностранных продуктов я даже подумать не могла что в таком магазине самым иностранным иностранным может не быть этой популярной жвачки вообще выбор офигенно маленький и только японские вот эти вот их марки а я так хотела эту жвачку и короче я стала ее смотреть на amazon она как это мне здорово дорогая это скорее всего из америки будут слать то есть надо будет заказывать либо большое количество либо короче я посчитала проще здесь на велосипед проехать блин в одну сторону 50 с лишним минут до этого магазина и посмотреть купить ее здесь но ее не оказалось пришлось взять гречку взяла две пачки себе люсе и мыло думаю ну хотя бы я по ностальгирую по какому-то и мылу я его раньше там видела полмалиф помните такое было тоже американское я оставлю видео как раз я смотрела гречку которую убрали тогда вот вообще у нас здесь продавали русские и белорусские продукты белорусское масло по моему даже были сыры белорусские и даже не белорусские типа сулугуни я не знаю кто их может быть даже россия да какой-то регион производит и конечно были все вот эти вот крупы сечка пшено что еще было вот гречка обязательно потом она вся полностью эта продукция русская белорусская пропала резко ну знаете почему и сейчас можно найти гречку там вот в этот раз была польская до этого я брала по моему латвия что ли латовия до латвия и что я хотела сказать что этот магазин скатился да на самом деле я вот так посмотрела по ассортименту от каких-то снеков еще чего-то очень мало американской продукции раньше было намного больше намного больше сейчас я хожу и смотрю что производства японии то есть японских продуктов самых таких вот ну как сказать я даже не знаю как это выразиться но если раньше ты заходил и видел там девяносто девять процентов все было импортное японского вот будет на примере соли до будет 15 пачек импортной и 1 какая-то японская соль сейчас наоборот сейчас наоборот очень много стало японской продукции до которая может сказать замена американской или еще какой-то продукции но это ну уже нельзя сказать что это ну магазин иностранных продуктов они есть ну блин как можно steamroll блин не про не продавать ну ладно это я на обратном пути немножко проехала в парк заехала а смотрите там это какая башня ладно ребята поехала я до дому дорога предстоит еще ну долгая получается буду по ходу останавливаться показывать вам районы поеду я через гинзу поэтому там очень красиво сейчас обожаю не падай обожаю я короче гинзу после закрытия всех вот магазинов ресторанов может быть час по пошляемся как-то сказать полазаем лазить я называю это лазить по переулкам гинзы ночь очень интересно время 9 часов начала 10 самое то так немного криво будет вообще надо мне меня снимать когда я так еду так отсюда красиво башню видно основание красное дальше вот такие вот фонарики так а здесь знаете что происходит здесь происходит по моему какие-то да вот здесь вот пожарка стоит эти пожарная машина здесь пожарные какие-то учения происходит заодно пожарные фотографируют башню вот это тоже смотрите как красиво сзади башня здесь храм это сиба коэн то есть парк сиба и вот здесь какие-то вот учения проходят проходят вот эти врата в храм на его территории мы тоже были оставлю видео чтобы их посмотреть надо переехать на ту сторону ну я не хотела бы туда ехать не надо туда поэтому покажу так чуть-чуть я не могла проехать меня посмотрите как красиво башня отражается здание просто вообще вот не знаю как на видео но в реальности еще лучше здесь принц-отель старый достаточно ты едешь и офигеваешь как это красиво хоть столько лет можешь здесь жить смотреть и все равно не надоедает все это ну вот как на это не любоваться необходимо там щенканцент бежит это сейчас гинзи подбираюсь это щенбаще по моему до щенбаще и прямо будет гинза итак вот она кинза кстати вот видите здесь вот есть ограждения какие-то они сделали короче какие-то ограждения кого-то они вот на той стране очень много было может быть даже сейчас еще есть людей и камер и так начнем сейчас я нахожусь в районе кинза 8 8 квартал гинзы короче говоря посмотрите сколько много такси здесь очень много ресторанов и питейных заведений и народ сегодня не знаю почему сегодня у нас пол понедельник уже рабочий день но видно не знаю по кого поводу но ребята все ходят и праздную и такси конечно здесь много просто и все разводят вот я заехала в одну из узких улиц переулков так скажем но это такой знаете оживленный ночью переулочек почему потому что здесь много ресторанов дорогих и также девочек клубы девочки вот например видите какая красотка стоит и здесь также много очень на улице стоят зазывал йоби коми так называемый зазывалы которые приглашают свои заведения прохожих людей есть очень много клубов я бы очень хотела вам снять вот именно когда я еду как вот я обычно ставлю камеру на руль и вам показываю улицу потому что встать и в наглую снимать их я не могу там девочки выходили провожали дорогих гостей там ну явно всех девочки в лабутенах все в брендах одеты то есть это такой очень дорогой постес и под клубами я имею ввиду что туда приходит выпивать платят по часовой платят за все вот это вот очень дорого это не дискотека смысле вот и что я сейчас почему я не могу прицепить на руль потому что когда темно приходится выключать стабилизацию иначе и видео темное очень сильно и при выключенной стабилизации конечно невозможно как ты ешь на велосипеде все трясется ничего не видно ну вот к примеру две девушки вышли проводить гостей с эти были иностранцы и там женщина между ними иностранцы в любом месте иностранцы 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 а а а а а думаю на этом я все ну здесь я имею ввиду поснимала и ладно если что-то по ходу до дома будет интересно опять поснимаю но мне нужен короче навигатор и у меня осталось 19 процентов батареи мне надо экономить и больше усилий прилагать именно ножками ножками на самом деле это моя вторая вылазка за сегодня я днем ездила в иранский магазин который оказался закрытым не знаю по какой причине вроде сегодня не должен быть выходной понедельник рабочий день но у них может быть может быть свои какие-то праздники не знаю короче и как раз я на этом мосту сегодня вот в обратную сторону домой возвращалась ехала сзади меня лодочки сейчас я вам покажу как ты красиво какой тут я спрашивала в stories как это называется причалом не назвать но мне на английском написали да что это осакуса марина марина это значит все таки ну скопление стоянка лодок яхт какое-то грязное пятно куда-то плывет в реку сумида там у нас река сумида здесь очень красивый мост вот такой мост он старый но за счет подсветки он очень-очень даже хорошо смотрится батарейки у меня вот буквально 15 процентов итак я уже дома вот гречка мне и люсик по пачечке взяла и взяла вот такую вот упаковку мыло там только продаются сразу три штуки упаковки не было сейф карт сейфгард или подобного мыла вот взяла что было короче говоря оно очень приятно пахнет тем более видите издается очень-очень давно кто знает такое мыло знаете вот есть определенный такой ностальгический запах из 90-х тех продуктов первых вот этим все мыло шампуни какие-то появляющиеся из америки я так понимаю эти продукты еще были произведения не у нас еще не были заводы построены в россии а вот первые вот эти завозы да и вот да и первые даже которые в россии наверное производились по лицензии там же вся как-то называется зарек по-русски составляющие для продуктов да они все все равно были импортированы так или иначе в россию поэтому запахи эти вот они оттуда тоже приятно пахнет кстати там был гель огромная такая бутылка но я как-то не стала гель брать мылом вообще я редко пользуюсь тела я полностью им не мою я у меня сухая кожа поэтому мне не подходит так а мой я знаете что где мыла ну а уши я мою мылом и летом я мой естественно ноги когда прихожу с улицы потому что босоножки все такое странно звучит я мой уж и пятки ну что ж на этом я закончу свое видео спасибо что посмотрели его что были со мной ставьте свои лайки подписывайтесь на канал пишите обязательно комментарии пообщаемся и увидимся в следующих видео всем пока и и и и и и и и Продолжение следует...